Добрый день! Еще одно видео про пневматическую винтовку Леший. Сразу в начале видео обозначу, что винтовка является сходным предметом с оружием, визуально похожим на оружие, и оружием не является. Это подтверждено сертификатом. Выпускается в разных калибрах 5.5, 6.35, 7.62 и так далее. По сути, она является игрушкой с мощностью выстрела до 3 джоулей. Что регламентировано нашим законодательством. Итак, вы сейчас видите на видео две винтовки. Одна винтовка моя, верхняя. Нижняя винтовка Леший с 350 стволом в комплекте Бегемот. Можно сказать, бесшумный комплект Бегемот. Вот это стандартная банка. Банка у нас комплектуется все винтовки такими. Сейчас покажу, из чего она состоит. Она состоит из алюминиевой обечайки, пустой. Там ничего внутри нет. У нас двух шпилек и пластиковыми перегородками. То есть у нас раз, два, три. Ну и последняя, четвертая перегородка. Которые отсекают потоки газов. Если стрелять без такой банки, то выстрел по звуку очень похож на стрельбу, не знаю, из мелкашки. Или даже, наверное, как травматический пистолет стреляет хорошим мощным патроном. То есть по звуку довольно громко получается. Даже вот такая простая конструкция отсекает большую часть звука. И стрельба становится комфортной, по ушам не бьет. Данная конструкция выходит за средств ствола на примерно 10 сантиметров. Вот так вот у нас получается. Шпилька заходит внутрь. То есть ствол у нас заканчивается вот здесь. Часть воздуха идет в обратную сторону. Часть отсекается перегородками. Вот. Все это зажато в этой обечайке. Не так давно появилась новинка. Это комплекты Бегемот. Это быстросъемная банка. Которую можно снять, поставить за секунды. За счет этого у нас укорачивается размер винтовки. Вот. Она всей своей длиной идет за средств ствола. Также ее можно наращивать дополнительными секциями. Сейчас раскручу и покажу. Внутри секции заполнены материалом, похожим на войлок. Воздух заполняет этот войлок. И войлок очень хорошо глушит звук самого выстрела. Можно удлинять. То есть можно секцию добавить. Это тоже экспериментируем, попробуем. Вот. Острел двух винтовок с обычным. ДТК закрытого типа, или саунд-модератором, мы называем. И с таким показал, что звук примерно отличается в два раза. То есть те, кто пользуется лешими с обычной банкой, попробовав Бегемот, высказывают дикий восторг, что даже не ожидали, что будет такой эффект. Вот. Я, соответственно, опробовав сразу, тоже поставил на свою винтовку комплект Бегемот. Процесс установки у нас очень простой. То есть вот мы белую полоску совмещаем с этим направляющим на цевье. Додеваем и поворачиваем. Все. Банку установлен. Соответственно, с банкой у нас винтовка получается чуть больше, чем штатная винтовка с обычным. ДТК закрытого типа. Модератором. То есть примерно сантиметров на 10 дней. Но при этом, когда мы банку снимаем с нее, мы получаем размер лешего, как с 250-м стволом. То есть все это можно хранить, перевозить отдельно. То есть вот так вот у нас можно хранить все это дело в рюкзаке. То есть очень компактный вариант, не занимает места, и при этом можно быстро его собрать для развлекательной стрельбы. То есть нам для сборки достаточно совместить, надеть и нажать. Все. Винтовка готова к эксплуатации. Сюда еще рекомендую добавить сразу колбу, потому что без колбы очень часто надо ее заправлять воздухом. То есть хватает примерно на 20 выстрелов. А с колбой раза 3 больше на 50-60 выстрелов. Вот, теперь перейдем к моему лешему. То есть я спрашиваю, что надо ставить, что не надо, и так далее. Итак, смотрим. Комплект бегемот, но немножко другой бегемот. Сейчас покажу, чем он отличается. Вот, здесь более узкое цевье идет. Вот, и сразу с планками вивер. Сверху и снизу. То есть можно ставить дополнительное оборудование. Там ручку, сошки, фонарики, там все что угодно. Сбоку идет намлок, можно сюда еще добавить вивер, если нужен. Но с этой стороны лучше не добавлять, потому что он будет мешать складыванию приклада. А с этой стороны можно добавить. Там под боковой фонарик или еще под что-то, в зависимости от необходимости. Сошки сейчас снимем. Сошки Харрис. Сразу с кронштейном быстросъемным под вивер. Очень удобные. Рекомендую. Я обычно использую их на резном оружии. Но сюда они тоже периодически переезжают. Вот, и так, бегемот. Сняли. Поставили еще. Кстати, рекомендую бегемоты смазать смазкой. Например, графитной или литиевой. То есть, вот эти алюминиевые сегменты, которые осуществляют крепление банки на дульном срезе. Вот, рекомендую смазать смазкой, чтобы алюминий к алюминию не подклинивало его. Сразу удобнее работать. Вот этот бегемот, он без интегральной камеры. То есть, он работает только вот этот объем. Здесь у нас более, чуть более широкое цевье. И бегемот у нас с интегральной камерой. То есть, часть газа встраиваются вот сюда обратно по внутренней трубке. Одевается такая банка чуть-чуть тяжелее, потому что там есть дополнительное резиновое кольцо уплотняющее. То есть, видели, да, она как бы оделась до кольца, потом пропихнулась и защелкнулась. Вот такая банка одевается проще. Кольца нету, просто одели, повернули. Еще плюс неинтегральной банки, то, что можно отдельно докупать гайки и устанавливать там другие винтовки. Одна банка может путешествовать по разной винтовке. Ну, опять же, если у кого-то есть несколько леший, там 250-й ствол, 350-й ствол, там 450-й, можно банку переставлять. Ну, а так, при выборе банки рекомендую ориентироваться на цевьё. То есть, если вы хотите цевьё с вивером, то вам подойдет банка только неинтегрального типа. Если вам нравится цевьё по кругу с имлоками, более круглое, то, соответственно, можно использовать там как банку неинтегральную, так же банку неинтегральную. То есть, пространство внутри цевья позволяет накрутить трубку. Вот, дальше. С комплектом разобрались. То есть, установлен комплект бегемот, неинтегральная банка, цевьё с двойным вивером. Вот, дальше. Установлен маленький лазер. Зелёный лазер кругло. Это пистолетный лазер от Глока. Я использую на нарезных карабинах его и на лешей поставил. То есть, в него удобно упирать стекловизионный прицел для быстрой установки в темноте. То есть, когда у нас призматик снят, и, например, ночью мы используем тепловизионный прицел, достаточно его упереть в лазер и защелкнуть. То есть, занимает секунды на ощупь, не надо ничего смотреть, включать фонарик и так далее. А также он у нас работает как дополнительный целеуказатель зелёного цвета. Если нам нужно быстро совершить какой-то выстрел в сумерках или на коротком расстоянии по гонгам пострелять, тоже удобная штука. Он очень хорошо видно. Ну, в принципе, даже днём видно. Прицел поставил Vortex Speedfire с увеличением 3 крата. Ещё не определился, какой оставить на нём. Трёхкратный или пятикратный использует такой, такой очень удобно. Вот. Заменил ручку, поставил ручку чёрного цвета. Вот. И поставил комплект Blackout. То есть, можно заметить, что нету красных элементов на винтовке. То есть, он штатно, он идёт с красной ручкой, с красной кнопкой здесь. С красными резинками. И, соответственно, здесь у нас красный индикатор закрытого окна заправки. Вот. На этом лешем стоит комплект Blackout. Здесь красного нету. Резинки чёрные. Чёрную... Чёрная ручка. То есть, вот такой вариант. И установлено колба на 0,36. Почему-то колба старого образца. Сейчас уже идут немножко другие колбы. А так всё-всё остальное штатное. То есть, винтовку я не отбирал. То есть, я взял себе первый попавшийся винляш. Единственное, я серийный номер выбрал там. Красивый, чтобы был. Ну, потому что была такая возможность. Выбрал с красивым номером. Первый попавшийся ствол. Ствол не полировал. Ничего. То есть, она из коробки стреляет хорошо. Единственное, настроил редуктор. Редуктор настроивается на прикладе. Очень просто. Вот. Всё. Пули касаются друг друга. Стреляют очень точно. Я доволен выбором. Не знаю. Отбирать стволы. Полировать стволы. Мне кажется, это лишнее. С завода винтовка идёт уже настроенная. Уже отстрелянная Эдуардом. Проверена накучность. Только после этого они выходят с завода. Поэтому, у кого есть вопросы по-лешему, звоните. Пишите. Посещайте наш канал Оружейная барахолка. В Телеграме. Вот. Там можно выбрать, заказать. Можно приобрести сразу. Готовый леший в комплекте Бегемот. Вот. Или отдельный комплект Бегемот. Любые аксессуары к ним. Вот. Всё есть в наличии. Все калибры в наличии. Есть тюнинг в наличии. Так что, звоните. Пишите. Большое дополнение к ролику. Вот у нас два комплекта. Вот это обычный комплект. С обычным самым модератором. Стандартным. Вот как я показывал в начале видео. Вот. И, соответственно, цевья нету. Модератор является одноименным цевьем. И вот у нас комплект леший Бегемот. Квадрейл. По кругу с амлоком. И модератор Бегемот в комплекте. Вот. Разница по цене порядка 20 тысяч. Вот. С Бегемотом, естественно, он чуть-чуть дороже. Потому что конструкция сама подразумевает большую стоимость конечного продукта. И то, и то у нас в калибре 7,62. Есть, соответственно, калибры 6,35 и 5,5. По желанию можно и 4,5 собрать. И с Бегемотом, и без Бегемота. Вот. Так что, до связи.